Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Александр Гамоля. Добрый день. Господарки Гомельской области приступили до сдачи сбожья нового уроджая улик держзаказу. До месяца у заховывания уже доставлено больше 18 тысяч тонн сбожья. Это 13% от задания. На сегодня лидером по поставкам сарод района удивляется Каринковецкий, где держзаказ, выполненный на 45%. Далее и Добружский, там задание выполнено на 26%. На третьем месте Гомельский район с процентным показчиком 22%. Наибольшей актой у нас сейчас ведется продаж жито и пшеницы. На элеваторы поступили так само первые парты АУСА. Работаем мы круглосуточно. Машины у нас поступают круглосуточно, днем и ночью без остановок. Лаборатория отбирает образец, производит анализ и дает нам заключение, какой класс пшеницы. Сухая, сырая. И по распоряжению лаборатории мы уже загружаем все лоса. Зерно соответствует качеству. В основном идет сухое, с хорошим качеством. В уголе селит аграрии Гомельской области повинны поставить 145 тысяч тонн сборжа. З их 65 тысяч тонн пшеницы и 55 тысяч тонн жито. И уже сегодня, оценивающие прогнозы специалистов, бачено, что это задача для региона выкональная. По оперативных датинах, зараз собрана прикладная четверть площадь сборжевых. Воловый сбор складает больше, как 240 тысяч тонн при средней уроджайности, свыше 29 центнеров с гектара. Я, на дороге, больше, как на 7 центнеров с гектара, высшая за минулогоднюю. 101 человек зарегистрировался у Гомельской области в якости наглядальников на выборах депутатов Палаты проставников национального схода Республики Беларусь 6-го скликанья. Это члены политических партий, громадских организаций, а так само представники працовных коллективов. Тем временем на Гомельщине протягивается сбор подписов у поддержки потенциальных кандидатов у депутаты. Как означали в областной выборчей комиссии, все лета инициативные группы больше активно используются мягчимостью сбора подписов на пикетах, чем это было на минулых выборах. Покинуть свою подпису поддержку кандидатов у депутаты может гражданин, которому исполнилось 18 лет. У подписный лист уносится его прозвище, имя, имя по-батьку, день, месяц и год на роджение, докладный адрес, серый и номер пашпорта. А кроме подписи, должна быть указана дата его вне осення. Один и тот же человек имеет право покинуть свою подпись за разных кандидатов, но только один раз за каждого. Протягивается и получение работными коллективами кандидатов у депутаты Палаты представников национального схода Республики Беларусь. Шерковая конференция отбылась на Гомельском заводе «Литя и Нормалев». У делу ее приняли каля 180 представников працованного коллектива. Расследалось о пытании об вылучении кандидата у депутаты Виталя Шилова. И он имеет две высшейшие эдукации по правознавству и маркетингу. Прошел на выучение у аспирантуры. Четыре годы отдал службе у органов внутренних справ. На заводе «Литя и Нормалев» начал працевать в 2007 году. Прошел шлях от ведущего экономиста до наместника директора по идеологичной работе и керовании персонала. Почас конференции члены коллектива умели махчимость выказать свое меркование о поздольностях Виталя Шилова, як потенциального депутата, и проголосовать. По вынаках конференции ее удельники дали высокую оценку своему коллегу и подтримали его кандидатуру. Шилова Виталия Петровича знаю я уже давно. Работал он в разных должностях на заводе. Кстати, недавно он был избран и участвовал в пятом собрании всенародном белорусском. Поэтому и весь коллектив завода, и профсоюзный комитет завода считают, что это достойная кандидатура. Работа депутатского корпуса не обмяжовывается только законотворшим процессом. У своей выборши окрузит депутат, строкается с жихарами, знакомится с их пропановами и проблемами. У вынеку выражения знаходят пытания как конкретных грамадзян, так и целых населенных пунктов. Протяг темы в наступном сюжете. Газификация агрегородка Козловка у Светлогорском районе – падея долгочаканная. Життя ведь давнюю мару жихару допомогла депутат Палаты представников Национального схода Республики Беларусь Галина Филиппович. Вязковцы кажут, зараз их життя станет не просто зручным, а и с правдой сучасным. Начиналось еще с 2010 года, когда сказали, что будут вложить газопровод в Паричи, газифицировать большие эти дома трехэтажные, чтобы не подвозить газ. И в 2014 году у нас уже вложился газопровод со Светлогорска до Парич, и у нас 21 февраля было собрание, создали кооператив. И вот начались заявления от людей. Усягу газ будет подведены до 76 домов, в яких проживая прикладнополова насильництва агрогородка Козловка. Чекается, что все необходимые работы завершить уже неюне, а уже в вересне будет подключено газовое обсталевание в домах. Еще один приклад депутатской допомоги у Чирковицкой середней школе имя Стефановского. Тут долгий час в остров стояло пытание замены оконных блоков. В осенне-зимовый период у особных классах температура складала усягу 12 градусов. Замена оконных блоков была первоочередной задачей. И, конечно, назрела необходимость обратиться к депутату Палаты представителей, Филипповича Галине Васильевне. И спасибо ей. Она дала запрос управлению образованием. Гомельского область полкома нам были выделены средства для замены оконных блоков во всех учебных кабинетах. Великая увага надается и развитию молодежных инициатив. На один из приемов до депутата Палаты представников национального схода Республики Беларусь Галины Филиппович пришла группа школьников. Подлетки выказали пропонову об створении у Светлогорску пляцовки для ролеров, скейтбордистов и велосипедистов BMX. Не прошлое двух тыдня, как райцентры приступили до реализации молодежного проекта. Опробовать спортивную пляцовку все ожидают, что смогли уже в день города. У вересни минулого года. Тут ты показываешь финты, всю красоту, все смотрят, все наблюдают, всем нравится. Я был ездил в Речицу, ездил в Гомель, ездил в Мозрик. Площадка вот по такому лучше сделана здесь. В Речице то, что там большое сделано, но, конечно, хорошо для скейтбористов, для скейтов. Это нормально учиться. Но здесь для начала самое лучшее. Особливо тут шматлюдно у вечера. Молодь с корыстью проводить вольный час, а головное популяризуясь род одногодков спорт и здоровый ладжиття. Дмитрий Котов, Марина Северьянова, Валерий Гопанько. Телередую компанию Гомель. Светлогорский район. Размова о перспективах развития Светлогорского района пойдет сегодня в программе «Диалог». Гостем студии станет депутат Палаты проставников национального схода Республики Беларусь, член постоянной комиссии по державным будовництвия, местовым самокеруванне и регламенте Галина Филиппович. Программа выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-3» в 19.00. Свои пытания вы можете задать по номеру телефона промогоэфира в Гомеле 77-68-45. Протягиваем выпуск. У Беларуси обмежевано купание на водоемах 23 зон отпочинку. Про это поведомили у Республиканским центры гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. У приватности купания детей и дорослых обмежевано на трех водоемах Гомельской области. Говор к идее про пляжи на озере Камарына и на Днепры у Рогачеве. А так само Ливобереже, Припяти от автомобильного моста до Речиша-Мерлявицы у Мазыры. А кроме того, в двух зонах отпочинку у Гомеля обмежевано купание детей. Это пляжи «Каскад-1» и «Каскад-2». Оранжевые условия небеспеки обвешены на завтра у регионе. Подаденных областного гидрометацентра у Натшина, большей части территории в области, у день месяцами пройдут моцные дожжи. У особных районах на больнице. Ветер полночный с переходом на полднево-заходни 6,11, месяцами порывы до 15-18 метров за секунду. Температура по ветру складе у Натши до 16, у день до 20 градусов. Опадки прогнозуются и на протягу наступных джен, а ли температура по ветру почти поступово повышаться. У пятницу шакается до 25 градусов, у субботу до 27. Ведомый гомельский джазовый музыкант, цаксофонист Алексей Болотников сегодня станет гостем программы «Добрый вечер, Гомель». Выпускник гомельского колледжа мастерства имя Соколовского некоторых годов вандровал по джазовых клубах и концертных пляцовках в Заходной Европе и из лучших штатов Америки. Удельничал в джемсейшенах, записывался в студиях. Был знакомый с популярными джазовыми музыкантами, набирался в опыту, полепшал свое мастерство. Сегодня Алексей Болотников працует в складе эстрадно-симфоничных оркестра Гомельской областной филармонии, керует джазовым ансамблем «Джаз-Эль». Его называют одним из лучших саксофонистов нашей краины. Про свой погляд на творчество, на музыку, на саксофон, как уникальный музыкант, Алексей Болотников расскажет по часу встречи с ведущим Сергеем Краснобородым в программе «Добрый вечер, Гомель» в 19.30 на канале «Беларусь-Шатыры». И вядома будет гучать чаровный голос саксофона у выполнения Алексея Болотникова. На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гомоля. Добрых вам новинок и до встречи у эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова